Свято-Успенская Святогорская Лавра представляет православный мультимедийный календарь «Седмица» с 13 по 19 декабря 2021 года. Седмица 26 по 50 декабря 2021 года. В понедельник 13 декабря церковь чтит память апостола Андрея Первозванного. Он жил в Капернауме на берегу Генесарецкого озера. Вместе с братом Симоном зарабатывал на жизнь ловли рыбы, был учеником Иоанна Крестителя. Когда святой пророк указал на Иисуса Христа, называя его Агнцем Божиим, Андрей незамедлительно последовал за Господом. Спаситель принял его в числе первых из 12 апостолов, и за это святой получил наименование «Первозванный». После Пятидесятницы вместе с другими учениками и Пресвятой Богородицей апостол Андрей исполнился Духа Святого и отправился с проповедью о Христе в Малую Азию, Фракию, Македонию, Скифию и Причерноморье. Как повествует преподобный Нестор Литописец, апостол поднялся по Днепру и водрузил крест на Киевских горах, обратившись к ученикам своим со словами «Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей». После возвращения в Грецию апостол Андрей остановился в городе Патрос. Здесь по его молитве получили исцеление знатный горожанин, жена и брат правителя. После проповеди и чудес многие жители приняли святое крещение. Правитель города проконсул Эгиат обозлился за это на святого и приказал убить его. Воины схватили Андрея и привели к императору. Правитель в насмешку над проповедью святого приговорился орудить икс-образный крест и привязать к нему ученика Христова. Апостол Андрей с радостью и молитвой принял страдания и два дня учил с креста собравшихся горожан. Люди потребовали у правителя освободить святого. Испугавшись народного возмущения, Эгиат приказал прекратить казнь, но руки воинов стали деревянными и они не смогли снять мученика с креста. Тогда божественное сияние осветило крест, а когда оно исчезло, святой апостол предал душу Господу. С благоговением жена правителя сняла с креста тело апостола и с честью погребла его. На вершине святогорской скалы находится часовня святого Андрея Первозванного. В день его памяти совершается молебен с Акафистом Апостолу и возносится особое прошение о мире церковном в нашей стране. Во вторник, 14 декабря, православные христиане воспоминают житие и подвиги праведного Филарета Милостивого. Он жил в VIII веке в Малой Азии, имел жену и троих детей. Был богатым землевладельцем, управлял большим домом, распоряжался полями, виноградниками и огромными стадами скота. Однако, зная о великом количестве неимущих людей, святой тяготился своим состоянием. Он дожил до счастливой старости и щедро помогал тем, кто нуждался. Нищие и странники всегда могли найти кровь и помощь в его доме. Однажды в город пришли чужеземцы и разграбили имущество Филарета. Он оказался в крайней бедности. Несколько слух из любви к господину остались при нем. Из хозяйства у него уцелели пара валов, корова с теленком, несколько ульев и дом. Праведник не отчаялся и благодарил господа за милость, которую он оказал его семье, избавив от бремени богатства. Филарет вместе с сыном стал возделывать землю, чтобы пропитать семью. По дороге с поля они встретили крестьянина, который горевал о том, что у него умер вол. Праведник из сострадания отдал свою скотину. Но когда и тот вол умер, Филарет отдал последнего вола, который у него был. Жена и дети со слезами упрекали его за то, что он обрекает семью на голод. Святой с любовью утешал близких и говорил, что их жизнь в руках Божьих и Господь не оставит их. Ищите же прежде Царство Божие и правды его, и это все приложится вам. Филарет продолжал раздавать и то последнее, что оставалось у него. Святой вручил свою жизнь Господу и Всевышний вознаградил праведника. В то время для юного византийского императора Константина Багрянародного искали жену. Прибывшие послы пришли в сохранившийся великолепный дом Филарета. Из-за полного отсутствия еды накормить высоких гостей было нечем, но соседи принесли в изобилии все для богатого пира. Для царских сматрин вместе с другими красивейшими местными девушками была отобрана внучка Филарета Мария. Она превзошла своих соперниц добротой и скромностью и стала царицей, а император Константин щедро одарил Филарета. Прежний статус и богатство вновь вернулись к праведнику, но ничего в его жизни от этого не изменилось. Он продолжал носить ветхую одежду, кормить нищих и убогих и помогать всем, кто обращался к нему. Старец отошел ко Господу в 792 году о возрасте 90 лет. В этот день совершается престольный праздник в Святогорской лавре. В Покровском храме до революции 1917 года имелся освященный предел в честь преподобного Филарета Милостивого. В своей проповеди митрополит Арсений, обращаясь к пастве, произнес «Беря пример из жизни угодников Божиих, постараемся, чтобы тем, что Господь дает нам из материальных благ, творить милостыню». Милостыня, говорит Священное Писание, избавляет от смерти. А в другом месте, блаженно милостиви, говорит Господь, якоти и помилований будут. И если мы желаем, братья и сестры, помилованными быть от Бога за грехи наши, за беззаконие наше, то будем творить милостыню по слову Христову и по примеру святых угодников Божиих. В среду, 15 декабря, православные христиане чтят память священномученика Паисия Святогорского. Паисий Григорьевич Москот, так звали Святулов Миру, родился 8 декабря 1869 года в Харьковской губернии. В 40 лет поступил на послушание в Святогорский Успенский монастырь и был рукоположенного иеромонахи в 1932 году. С приходом советской власти обитель закрыли и отец Паисий переехал в Тверскую область, где служил в одном из монастырей до 1924 года. В 1936 году он вернулся в родное село и продолжил тайно служить. Божественную литургию совершал очень рано, еще затемно, чтобы люди могли успеть на наряд в колхоз. Солнце восходило, а служба заканчивалась, прихожане уходили на работу. У отца Паисия остались на попечении овдовевшая супруга брата с шестью детьми. Не имея своего дома и особых средств к существованию, он не оставил родных и по мере сил опекал их. Жил святой очень скромно, искал пристанище у добрых людей или ночевал при храме. Ходил всегда в одной и той же черной рясе. Отец Паисий имел очень чуткое и отзывчивое к чужим страданиям сердце. Первым приходил на выручку бедным и нуждающимся, раздавал им все деньги, какие только у него появлялись. Особенную любовь батюшка испытывал к детям, и они отвечали ему взаимностью. Если он шел по улице, то старался найти гостиниц для каждого ребенка. Дети сопровождали старца шумной и радостной ватагой. 8 октября 1937 года по обвинению в подрывной деятельности против советской власти, отец Паисий был арестован и приговорен к смертной казни. Расстреляли батюшку 15 декабря в городе Харькове. Летом 1993 года он был канонизирован как местночтимый святой Слобожанского края Харьковской епархии. В этот день мы сугубо возносим молитвы угоднику Божию. Священомучениче и исповедниче отче Паисия, моли Бога о нас. В четверг 16 декабря церковь молитвенно воспоминает подвиги святителя Илариона, епископа Крутицкого. Он появился на свет в 1696 году в Черниговской губернии. Окончив Духовную академию в Киеве принял постриг в Киевском братском монастыре. Инок имел особый дар к учению и поэтому получил должность преподавателя в академии. А спустя четыре года его рукоположили в сан Иеромонаха и поставили префектом Харьковского коллегиума. В 1733 году в сане Архимандрита святой принял настоятельство в Святогорской обители. Он отличался строгостью к себе и особой подвижнической жизнью, того же требовал и от братьев. За это на владыку писали доносы, но с помощью Божьей напрасные обвинения были сняты, и он продолжил служение в обители. Через некоторое время отец Иларион был переведен на московскую землю и там управлял многими обителями, а затем был рукоположен в сан епископа Крутицкого. В это время он трудился над исправлением неточностей, которые были допущены при переводе Библии с греческого языка на церковнославянский. Владыка скончался в 1760 году и погребен в Москве в усыпальнице Крутицкого подворья. В 2008 году святитель Иларион был прославлен в лике преподобных Собора Святогорских Святых. Также его имя воспоминается в числе тульских и брянских святых. В пятницу 17 декабря православные христиане молитвенно воспоминают страдания невесты Христовой славной великомученицы Варвары. Она жила в IV веке в городе Иллиополе. Мать Варвары умерла. Воспитанием занимался отец Диаскор, который был богатым и знатным язычником. Он заточил свою дочь у высокой башни, приставив охрану и слух. Жила святая, размышляя о небесном. Ее сердце было далеко от земных искушений. Она никогда не думала о браке. Все ее мысли были обращены к единому Богу. Отец пытался уговорить дочь согласиться на выгодное предложение о замужестве. Но святая была непреклонна и всегда отвечала отказом. Тогда Диаскор уехал на время и позволил дочери выходить из башни в надежде, что она изменит свое мнение. Девушка встретила в городе юных христианок и они раскрыли ей учение о Творце мира. Через некоторое время промыслом Божиим в Иллиополь приехал священник. Он наставил святую вере и совершил над ней таинство крещения. Во время путешествия хозяина в доме строилась роскошная баня с двумя окнами. Варвара попросила строителей сделать третье окно, а над входом в купальню она начертала перстом крест, который запечатлелся на камне. Когда Диаскор вернулся, дочь рассказала ему о триединном Боге и о тьме языческого учения. Отец пришел в ярость и хотел убить девушку, но она убежала. Святой удалось скрыться в пещере, однако Диаскор нашел ее и жестоко избил. Вернув домой, он заключил ее под стражу в надежде, что та отречется от Христа, но мученица была тверда в вере. Тогда он отдал свою единственную дочь правителю-язычнику. Воины жестоко пытали ее, а после бросили в темницу. Ночью святая горячо молилась и к ней явился сам Спаситель и исцелил все раны. На следующее утро Варвару вновь привели к правителю города Мартиану. Женщина по имени Иулиания, которая наблюдала за мучениями святой, тоже исповедала Христа. Их привязали к дереву и строгали тело железными когтями. После Иулианию бросили в темницу, а Варвару повели обнаженную по городу с издевательствами и побоями. Мученица горячо молилась, и ей был послан ангел, который закрыл ее наготу светлой одеждой. Твердые исповедницы веры Христовой, святые Варвара и Иулиания были обезглавлены. В VI веке мощи славной великомученицы были перенесены в Константинополь. В XII веке их привезли в Киев, где они находятся и до нынешнего времени. В этот день в Святогорской лавре торжественно отмечается престольный праздник. Один из пределов Свято-Успенского собора освящен в честь угодницы Божией Варвары и мученицы Татьяны. 19 декабря в неделю 26 по Пятидесятнице церковь прославляет угодника Божия святителя Николая, архиепископа Мирликийских, чудотворца. С детства святой преуспевал в изучении Писания, подолгу молился и читал книги. В молодости он принял сан священника и служил в храме своего дяди, епископа Потарского Николая. После смерти родителей святитель продал имущество и вырученные деньги тайно раздал нищим. Отец Николай никогда не искал для себя славы. Он желал уединенной молитвы и тайного служения Богу, но свыше был уготован иной путь. Однажды в видении Господь подал ему Евангелие в дорогом окладе, а святая Богоматерь Амафур. Через время Николая избрали епископом города Миры в государстве Ликия. Во время гонений на христиан, вместе с другими людьми, он был заключен под стражу. Святитель наставлял паству твердо переносить лишения и верить во Христа. Когда императором стал равноапостольный Константин, Николай вернулся к епископскому служению. Он боролся с язычеством и защищал каноны Святой Церкви. Святитель участвовал в Первом Вселенском Соборе. С пламенной ревностью ко Господу он обличал ересь и даже ударил по щеки лжеучителя. За это его лишили святительского Амафора и посадили в тюрьму. Господь не оставил своего угодника. Святым отцам было открыто, что сам Господь и Богоматерь посвятили Николая во епископа. Он был восстановлен в служебном сане и вернулся в Ликийскую епархию. Еще при жизни святитель совершал многие чудеса. По его молитвам ко Господу город Миры был спасен от голода, а мореплаватели оставались живыми после опасных бурь. Святой выводил из плена и заточения людей, которые молили о его помощи. Архиепископ Николай отошел ко Господу в глубокой старости. Его честные мощи хранились нетленными в местной кафедральной церкви и источали целебное мира. В 1087 году они были похищены из мирликийских и перевезены в итальянский город Бари, где почивают и поныне. С древних времен в Святогорской лавре совершается сугубое празднование Дня памяти святителя Николая Чудотворца, образ которого явился в пещерах на столпе еще в 16 веке. В честь него освящен древний храм на вершине Святой скалы. Подписывайтесь на YouTube канал Святогорской лавры и вы всегда будете в курсе новостей обители. А чтобы совершенно ничего не пропустить, установите уведомления обо всех обновлениях нашего канала, нажав на колокольчик под этим видео. Следите за новостями Святоуспенской Святогорской лавры на официальном сайте и в социальных сетях.